Проект «Читай быстро» представляет Главное из книги Эрика Ларсона «Страх и надежда. Как Черчилль спас Британию от катастрофы». 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и тревожно бить в колокол, а мы начинаем. Факт номер один. Сокрушительный удар. Это название доктрины использования стратегических бомбардировок как основного способа разрушения ключевых инфраструктурных объектов противника с помощью авиации. Черчилль действовал как избранник судьбы. Он считал всю свою прошлую жизнь подготовкой к испытаниям, выпавшим ему в качестве премьер-министра Великобритании. Единственного государства, которое воевало с нацистами с самого Первого и до последнего дня Второй мировой войны. Непредсказуемость с первых минут. Современники отмечали, что непредсказуемый Уинстон Черчилль – премьер-министр совершенно нового типа. Чуть ли не первым делом он назначил сам себя министром обороны, чтобы лично контролировать действия начальников штабов по управлению армией и флотом ВВС Великобритании, взяв при этом на себя всю полноту ответственности за них. Факт номер четыре. Самое главное в моменте ПВО и авиация. Черчилль понимал, что после капитуляции Франции Германия развернет все свои сухопутные силы и авиацию против Великобритании, чтобы вторгнуться и оккупировать ее. Крак Франции изменил стратегический ландшафт. Оставшись один на один с нацистской Германией, Черчилль подчеркивал, что на кону оказалась не только судьба Великобритании. Он говорил, если Англию ждет проигрыш, то весь мир ожидает провал во тьму нового средневековья. Британия никогда не будет искать мира с Германией. Черчилль раз и навсегда положил конец предположениям о возможности поиска мира путем договоренностей с Гитлером. Он полностью исключил возможность переговоров и капитуляции Англии, ошеломив присутствующих своим заявлением. В ближайшее время все эти здания будут иметь другой вид. Черчиллю было очевидно, что основной удар Гитлера придется по Лондону, величайшей мишенью в мире. Он сравнивал город с ценной коровой, привязанной для приманивания хищника, совершенно справедливо ожидая, что вторжение врага начнется с массированных налетов на столицу. Волны бомбардировок для уничтожения Лондона. Немцы применили для бомбежек Лондона стандартные фугасные зажигательные бомбы, заправленные бензином и керосином. Бомбы с замедлителями взрыва и специальными визжащими звуковыми эффектами. Жизнь просто шикарная, если не давать слабину. Семья Черчилля и он сам также подвергались опасности во время налетов. Однажды бомба упала совсем близко на Даунинг-стрит. Взрывной волной в окнах выбило стекла, была полностью разрушена гостиная и кухня. Но настрой жителей выразил незнакомый человек, крикнувший однажды Черчиллю, что жизнь просто шикарная, если мы не дадим слабину. Десятый факт. Когда это существо, наконец, сдастся. Эта фраза по отношению к Черчиллю принадлежит главному пропагандисту немецкого Рейха Йозефу Геббельсу. Стойкость английского премьера озадачивала нацистскую верхушку. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании и сразу под роликом. Подписывайтесь на канал, тревожно бейте в колокол, слушайтесь маму и читайте книги вместе с Читай Быстро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...